Продолжение следует... Еще бы лицензия на Крестного Отца, один из лучших фильмов мирового кинематографа, это вам не фунт изюма слопать. Воображение наивных геймеров рисовало в голове картину эдакой GTA, но только про банды Нью-Йорка 30-х годов прошлого столетия. Впрочем, похожий проект уже выходил 4 года назад со стапелей чешской студии Illusion Softworks и называлась она «Мафия». Примечательно, но даже через столь большой промежуток времени творение чехов смотрится куда более привлекательно, нежели расфуфыренный год Фазер. Крестный отец получился банально скучным и однообразным развлечением, если, конечно, это слово вообще применимо к новой игре Electronic Arts. Примечательно, но и все. Я называю крестный отец, монк. Не! Примечательно, Frankie. Мя сестра, она будет везде. Моя сестра, она будет везде. Примечательно, она будет в порядке. В Godfather есть неплохой сюжет, который способен удержать геймера до финальных титров. Сценаристы на славу потрудились над интересными заданиями и диалогами. Ключевые персонажи вышли яркими, запоминающимися и привлекательными. В этом плане игра практически не уступает оригинальному фильму. Жаль, что прохождение сюжетной линии вряд ли займет у тебя больше 3-4 дней. По сравнению с тем же Сан-Андреас, эта цифра кажется просто смешной. Нам отводится роль бандитской шестерки, которому волею судьбы приходится работать на Дона Корлеоне, одного из самых влиятельных мафиози города. Со временем Альтер-Эго все выше и выше поднимается по преступной лестнице и в перспективе может сам стать Доном. Но для этого придется выполнить не один десяток заданий. Каждая миссия представляет собой череду погонь, перестрелок, побегов, а порой и тихих вылазок в лучших традициях ГТА. Скучать точно не придется, особенно если у тебя неплохо обстоят дела с английским, и ты внимательно изучаешь все сюжетные перипетии. Готовь. Г tirise? Ты уничтожил всё. Что происходит здесь? Скажи мне. Солотс. Он уничтожил его в том доме. Они находятся в старом доме в Бруклине. Они находятся в доме. Они находятся в доме. Добавил субтитры DimaTorzok Времена Великой Депрессии – необычайно унылая и жестокая пора. Свои интересы на каждом углу приходится отстаивать с помощью кулаков и оружия. Главный герой отлично владеет техникой рукопашного боя и неплохо стреляет. Протагонист способен выполнять множество различных приемов, начиная от обычного захвата и заканчивая своеобразными фаталити. Например, сильно избитому противнику можно сломать шею или снести голову из дробовика. Кроме того, мы можем колотить жертву о многие окружающие объекты – столы, стены, ограды и даже надгробия. Би backstory и опять не вернёсpractей. Продолжение следует Это enough. Стрельба также не ограничивается одной лишь стандартной функцией выстрела. Мы вольны палить по врагам из-за стены, простреливать отдельные части тела, например, плечо или колено, вести прицельный огонь или от бедра. Прискорбно, что все это многообразие задействуется крайне редко. Во-первых, можно не выпендриваться и всегда целиться в голову. Так умерщвлять неприятелей и быстрее и проще. Во-вторых, кривое приставочное управление плохо оптимизировано для компьютеров. Иной раз на месте-то развернуться сложно, чего уж говорить про прицельную стрельбу. Применять физическую силу нужно не только по сюжету, но и для зарабатывания денег. В городе расположено множество различных заведений, над которыми нужно устанавливать контроль. Это будет приносить стабильную еженедельную прибыль. Понятное дело, что ни один предприниматель по доброй воле не будет отстегивать деньги мафии. Вот тут-то и приходится учить особо строптивых индивидуумов вежливости. Жертву можно банально избить, но куда интереснее заняться порчей его имущества. Пара разбитых витрин да сломанная касса быстро помогут найти общий язык. Правда, большинство заведений города уже взяты под опеку того или иного клана. В таком случае вначале придется повозиться с охраной, которая иной раз может оказать очень достойное сопротивление. Дай мне, что я хочу! Хватай брык! Я не боюсь от тебя! Я заброшу свои вещи! Ты действительно должен чистить этот дом! Просто скажи мне, что ты хочешь! Я не боюсь от тебя! Еще одна довольно прибыльная статья доходов – ограбление грузовиков. Разворачиваешь свою тачку прямо перед фурой, выпускаешь в цель рожок из Томпсона и ждешь, пока из кузова вылезет вооруженная охрана. Расправившись с секьюрити, отправляемся говорить по душам с водителем и забираем из грузовика всю наличность. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...